Ребята всем привет, с вами снова я Dexon и сегодня в данном видеоролике мы обсудим довольно нашумевшую и на данный момент интересующую всех тему в стенд оф 2, а именно сколько будет стоить тот или иной скин из паса Hot Winter Party. Ролик я решил снять, чтобы ко мне не было больше вопросов по данной теме и именно сегодня мы разберем все скины, чармы, ножи и граффити из данного паса. Для вас хочу сказать, что мнения у всех разные и это зависит от вкусов игроков, ведь кому-то нравится одно, а кому-то совершенно другое, перед началом братиш я именно тебя попрошу поставить лайк и подписаться на канал с колокольчиком. Ну а также если именно ты хочешь на халяву срубить множество голды от меня, то мой телеграм канал для тебя будет крутой находкой, ведь в нем каждый день проходят крутые конкурсы, переходи по ссылке в описании и подписывайтесь. Давайте же не будем тянуть, берите все самое вкусное, ну а я желаю вам приятного просмотра. Когда мы заходим в игру, уже видно, что пас произошел к своему концу и примерно он выйдет в пятых числах февраля и цены на данный пас будут разные, потому что есть разные редкости, а также берем в учет красоту самих предметов из паса. Давайте начнем с самого паса, а потом уже перейдем к колесу фортуны, начинаем со скинов и нас встречает много крутых раскрасок. Первый скин это MP5 Space Blaster и P90 Purple Mist, которые за обычную версию будут стоить примерно 1 голду, ну а за статрек в районе 15 голды, потому что это ширп и он падает всем игрокам проходящим пас. По эпическим скинам могу сказать, что стоить они будут в районе 15-20 голды за обычную версию, ну а за статрек в районе 60 голды. Цены такие, потому что в пасе всего 6 скинов и шансы меньше, чем в легендс, поэтому и стоят они порядком дороже. Легендарный Юмп 45 Уминус будет стоить примерно 70 голды за обычную версию, а за статрек версию примерно 150-200 голды, потому что я не знаю ни одного своего знакомого. Кому бы она выпала хоть не в статрек версии и в катках, она очень редко встречается и даже я, который прошел более 90 уровней, ни разу не выбил ее. Ну и наконец Аркановая Эмочка, которая конкурентом является лишь Некромансер и то из-за того, что она находится в удаленной коллекции, при выходе на рынок за обычную версию будет стоить минимум 1 ка голды. Ну а за статрек бесспорно 5000 как минимум, потому что только у трех людей лично я сам на своем, так скажем, примере видел ее. Ну а также некоторые скины хотел бы подметить, ну прям совсем не подходят под новогоднюю тематику, но сразу видно, что разработчики экспериментируют и пытаются ввести что-то новое в нашу любимую игру и даже сделали киберпанк стилистику. Так что за это им огромное уважение. Теперь же граффити, про них говорить много не буду и быстро скажу про каждую в цене. Граффити квак и ватерган будут стоить не более 2 голды. Граффити кукдаун и хот винтер пати в районе 5 голды. Легендарное граффити чил аут в районе 10 голды. Ну и аркановое граффити сноубол не более 50 голды. Цены будут низкие, потому что шансы на граффити в данном пассе такие же как и в сплэш граффити паки. И для примера вот вам скрин стоимости данного пака на рынке. По стикерам хотел бы сказать, что уже не все так плачевно, ведь здесь шансы уже не такие большие. Лично мне за 90 лвов выпала только одна аркана и ни одной легии и весь инвентарь чисто усыпан в рарках. Так что цены уже будут побольше чем у граффити. Редкий стикер ход винтер пати будет стоить в районе 10 голды при выходе и потом поднимется чуть больше чем другие из-за того, что на нем изображен логотип пасса. Со стикером метеор та же самая история, на оружие он подходит хорошо и стоить будет в таком же районе. Эпические стикеры Let It Snow и Ice Hot будут стоить в районе 20 голды и потом также поднимутся в цене, но голографический будет стоить чуть больше. Легендарный стикер Boombox из-за своих низких шансов будет стоить в районе 75-100 голды, так и еще он голографический. Но хотел бы подметить, что на оружиях он будет смотреться не очень и возможно цена со временем будет меньше. Ну и наконец самый крутой стикер из данного пасса с изображением самого пасса и аркановой редкостью будет стоить при выходе в районе 600 голды и со временем потихоньку будет повышаться. Потому что будет исчезать из-за наклеивания на оружие. По чармам мне особо нечего сказать, потому что чармы как чармы выглядят обычно и шансы такие же как и в других пассах. А также повышаться просто так они не будут, потому что их можно как надеть, так снять, наклеить заново, снять и также продать. Так что исчезать они будут только в случае бана аккаунта, либо же утеревания данных. Редкие чармы будут стоить в районе 10-15 голды за одну штуку, эпические чуть побольше, а именно 35 голды. Легендарный кит будет стоить в районе 75-100 голды. Ну и аркановый чарм с изображением логотипа пасса будет стоить в районе 750 голды за одну штуку. Ну и наконец-то мы подобрались к нашим ножам. Шансы на кукри и тычки очень велики, и поэтому они будут стоить не больше 1200 голды. Кунай и Джекоманда будут стоить не более 1500 голды. И кукри, который плох по анимации, красоте, будет стоить так же как и кунай. А если быть точнее, то не больше чем 1300 голды. А вот всеми любимый М9, который мне так и не удалось выбить, и который так круто смотрится в катках и хорошо конкурирует с М9 Юниверс, уже будет стоить порядком дороже. При выходе пасса по моим подсчетам, и потому как я посмотрел видосы по другим новогодним пассам, я сделал вывод, что поначалу он будет стоить не меньше 2500 голды. Будет дорожать как минимум на 3000 голды. Так что тем, кто его купит и будет ждать год или два, знатно повезет. Ведь М9 это несменная классика и он всегда будет в почете. Ну и теперь давайте же пробежимся по колесу фортуны. Самые сканы на оружие подобрали очень неудачно, ведь смотрится круто, но уже мало кто играет с тем же самым Мак-10, который при выходе будет стоить 15 голды. Данное граффити будет стоить 10 голды. М16 будет стоить 50 голды, потому что до него нужно прокрутить спины как минимум на 2000 голды. Чарм Чил Чили будет стоить в районе 20 голды. И Чарм с мороженым 50 голды, потому что так же нужно будет прокрутить на 2000 и так тем более еще постараться его выбить с такими шансами. Стикер Диско Пати очень крутой и голографический и будет стоить в районе более 75 голды за одну штуку. По той же самой причине спин-офф на 2000 голды и шансы выбить его. Лично я за 49 прокрутов выбил его 4 раза. В магазине рулетки граффити будет стоить 10 голды, стикер 100 голды, юсп в районе 50 голды, ну и коллаж 200 голды как минимум. Ну и наконец последний скин в нашем ролике это Керамбит. И будет он стоить чуть больше по сравнению с другими рулетками, потому что он выбивается минимум 41 прокрута. И то нужно иметь максимальное везение, так что он будет стоить 2к голды. А может чуть и побольше, потому что как обычно школьники при выходе начнут его сливать и потом будет очень сложно поднять цену обратно. Друзья, ну а на этом наш видеоролик подошел к концу. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал с колокольчиком. Повторюсь, что мнения у всех разные и если ты с ним не согласен, то напиши в комментариях свое мнение и я обязательно его учту и напишу тебе коммент с моим мнением. Ну а если ты досмотрел ролик до этого момента, то напиши в комментариях цены на пас крутые и тогда я пойму, что ты смотришь все мои видео до конца и поставлю лайк на твой комментарий. Сейчас в моем телеграм канале выйдет пост с розыгрышем данного стикера, так что подписывайся на него по ссылке в описании. Ну а на этом все, всем удачи и всем пока ребята, до новых встреч в следующем видеоролике.